Всем здравствуйте! Меня зовут Марина Петрова. И сегодня я рассказываю, как я работаю на своей выставке продажи. И конкретно в белой теме. Какие виды букетов я делаю, как я ставлю материал, как я ставлю зелень. И как научиться делать эти букеты. Проще всего научиться на классическом примере, собранном в технике спирали. Что такое спиральная техника? 90% всех букетов делаются именно в этой технике. Это залог успеха вашего. Как в музыке, которая состоит, казалось бы, всего из 7 нот. Вот так, зная, как делается этот простой и легкий букет, дальше вы будете делать великолепную флористическую музыку. Для нашего классического волшебного букета нам понадобятся цветы, такие как гербера, левкой, лизиантус. Не более трех видов цветов, может быть, четыре. По зелени это лидерварен, берграс, паникумграс и альчемила. Это классический букет, поэтому он у меня стоит в упаковке. Всего двум букетам позволительно стоять на моей выставке в упаковке. Как мы ее делаем? Берем фетр с пленочкой, чтобы не промокало, складываем. Вот таким образом мы его складываем. Закрепили стейплером. Раз, два. Таких упаковок нам для этого букета понадобится четыре штуки. Все. Берем основной цветок. В этом букете у меня будет являться основным цветком гербера. Определяем точку сборки. Знаем, что если нам надо сделать маленький букет, то у нас есть высокая точка сборки, чтобы вы запомнили это или маленький, или свадебный букет. Средняя точка сборки – это наш букет. И низкая точка сборки, если нам надо собрать большой и объемный букет. Определили точку сборки. Взяли лидерварен и стали делать нашу спираль. Первый цветочек. Второй, видите, я делаю букет практически лежа. Третий. Вот, это наша основа. Наша спираль. Дальше. Маленькая бергресса. Берите маленькими фрагментами. Маленькими фрагментами. Вот так. Теперь папоротник под этот цветочек. Папоротник у нас идет вот под этот цветочек. Все. Это основа букета. Дальше – направо-налево, направо-налево. Поехали. Видите, ручка у меня отдыхает. Отдыхает у меня ручка. В серединку мы добавляем немножко папоротника. Два-три, чтобы у нас букет не был только подбит папоротником. Чтобы у нас это было единое, целое. Атмосфера этого букета, как будто вы были в поле и собрали такой легкий-легкий полевой букетик. Дальше. Атмосфера этого позиции. Дальше. 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 до середины букета, я сделала половину букета. И по мере того, как я заканчиваю этот букет, я его к себе все ближе и ближе приближаю и поднимаю. Но пока еще я его делаю лежа. Продолжение следует... Я сейчас этот букет делаю медленно, но вообще на этот букет уходит 7 минут. Я уже практически этот букет заканчиваю. Это классический букет, поэтому я его показываю вам в упаковочке, но можно его и поставить без упаковки. Ну вот, посмотрите. Подбиваю его папоротником, поднимаю. Вот здесь рука у меня начинает напрягаться. Здесь мне уже трудно его держать. Такой достаточно объемный букетик. Еще бергрус на спиночку. И последний лизиантус. Все, можно его поднять. Вот наш букет готов. Поправили. Букет у нас делается на одной связочке, поэтому перед тем, как связывать этот букет, поправьте, пожалуйста, все цветочки. А после того, как вы оденете упаковочку, он у вас еще немножко соберется. Все. Посмотрите, симметричное распределение, полевой, легкий букетик. И вот здесь только у меня ручка напрягается. Вот наша спираль. Вот наша точка сборки. Там, где мы ее определяли, здесь же мы и фиксируем букет. Букет фиксируется на одной связке. Вторая связка у нас будет, когда мы оденем упаковочку. Я попрошу ассистента помочь мне одеть упаковку, потому что, если я буду сама одевать ее, я переживаю, что она будет отходить от букета. То есть у нас не может быть так, что цветы живут отдельно, упаковка живет отдельно, зелень, которой мы подбиваем букет, отдельно. Все это единое целое. Первая упаковочка. Вторая. Третья. И здесь. Упаковка может зажать букет, поэтому, когда вы его собираете, делайте его более воздушным, понимая, что где-то 15-20 процентов у вас зажмется, когда вы оденете упаковку. Поправили зелень. Ровненькое, симметричное распределение. Снизу еще. Все. И последняя фиксация. Вот мой букет готов. Итак, симметричное распределение материала, техника в спирали, атмосфера этого букета легкая и полевая. Наш папоротник не живет отдельно, он в единой концепции с этим букетом. И наша упаковка, она дополняет букет, она очень хорошо смотрится. Классический букет, собранный симметрично в спиральной технике. На примере этого букета мы научились спиральной технике. Как она нас выручает? Предположим, клиент подходит и говорит, девочки, я хочу вот такой же букет, соберите мне, предположим, из розы, лизиантуса, ириса, остильбы или что-то еще. Этот букет, который мы с вами делали, занимает по времени где-то 7 минут. На розницу вам тоже надо собрать очень быстро цветочки. Вы точно так же их собираете, как я сейчас собирала этот букет. Готовили розницу. И мы моментально собираем букет на клиента. Также, не напрягая ручку, я показываю, также практически лежа делаем наш букет. Продолжение следует... Продолжение следует... Заканчиваю букет, начинаю его к себе приближать. Ну вот и все. Та же самая спиральная техника. Если вы хотите букет пообъемнее, вы можете расслабить связочку. Если вам надо собрать, вы можете чуть-чуть поджать и фиксируйте. Вот так вы быстро собираете букет на клиента. Все. Букет готов. Все. Букет готов. Также первая розочка, вторая, третья. Вот наша основа, вот наша спираль. Все. Дальше розы ложатся по спирали, а не сами. Видите? Ложатся по спирали. Если у вас ручка устала и у вас большее количество розы, вы можете положить эти розы, вот так положить, сделать техническую связку, то есть вы добавляете и прокручиваете, добавляете и прокручиваете, и фиксируете, и ваша спираль никуда не денется. Все. Наш букет, собранный по спирали, готов. Мы научились с вами делать классический симметричный букет, собранный по спирали. В этом классическом букете лучше всего использовать такие цветы, как мини-гербера, левкой, лизиантус, фрезия, тюльфаны. По зелени можно использовать лидерварен, берграс, паникунграс, альчимила или буплерум и эвкалипт, если вы делаете розовый или голубой букет. Пожалуйста, не ставьте в букет в упаковке такие цветы, как гортензия, орхидея, крупноцветные хризантемы. Исключением может быть только желание клиента, или если у вас совершенно нет цветов на выставке, а букет надо делать. По зелени не используйте, пожалуйста, аспидистру, монстеру, аспарагус плюмозус. Это легкий полевой букет. Не больше трех-четырех видов цветов и не больше трех-четырех видов зелени. И у вас все получится. Итак, этот букет у нас является классическим букетом. Так же, как маленькое черное платье от Шанель является классикой, мы можем добавить только акценты или аксессуары, и это будет совсем другое платье. Предположим, мы одели шпильки или бусы, и, пожалуйста, у вас уже букет в театр. Мы одели спортивную курточку или кроссовки, и можно пробежаться по парку. То есть этот букет, эта основа, он вам позволит делать более сложные, с другим характером букеты и с правильной постановкой материала и зелени. На примере этого букета вы научитесь работать грамотно и правильно. Сегодня мы с вами проходим белую тему. Постарайтесь, чтобы каждый букет у вас был со своим характером. Предыдущий букет у нас был легкий, полевой букет. Почему я попросила не ставить аспидистру? Потому что если вы поставите в легкий полевой букет аспидистру, это будет промежуток между симметричным легким букетом и сгруппированным букетом. И тогда непонятно, куда нам дальше двигаться. А мы должны показать разнообразие букетов, разнообразие характера букетов и разнообразную постановку материала и формы. Посмотрите, пожалуйста, это сгруппированный букет. Здесь я работаю с аспидистрой, она здесь великолепно работает. Гортензия, хризантема – это то, что мы с вами не поставили в легкий полевой букет. И характер у этого букета плотный, мощный и серьезный. Посмотрите, пожалуйста, на букет, сделанном на каркасе из черничника. Тоже распределение материала группами, но без аспидистры и меньше цветов. И поэтому, конечно, этот букет намного дешевле. Очень важно, чтобы ваши букеты были не только в разной технике, но и в разной ценовой политике. И самое важное, чтобы мы показали разнообразие букетов. В каждом букете каждый материал работает особенно. Посмотрите, пожалуйста, еще один букет. Амаранты. Я показываю сейчас вид букета. Посмотрите, как хорошо работают здесь амаранты. Великолепно. И как прекрасно у нас работает аспарагус плюмозус. То есть в каждом букете каждый материал, каждая зелень видна. И тюльпаны. Поработайте с тюльпанами, покрутите их, покажите красоту. Зеленая гвоздика, вибурну, но самое главное, амаранты и плюмозус. Современный вариант классического букета, собранного по спирали. Как я вам говорила, помните про платье? Вот представьте, что мы на букет классический одеваем вот такой красивый, замшилый каркас, как я сказала, спортивную курточку. и вот у нас вариант нашего классического букета, но в более современной подаче. Как эти букеты делаются, я расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас я вам говорю, что такое классический букет, что вы сможете делать. И это варианты, которые вы легко сможете делать. По поводу монстеры, по поводу антуриумов, по поводу орхидеи, я предлагаю вам вот такую форму букета, где прекрасно работает зелень монстера, орхидея и антуриумы. И так же спиральная техника. Мы видим великолепный каркас из белого пера, зелень, естественная зелень орхидеи, это ее листья, вибурну. И вот так я работаю с орхидеей фаленопсис, положив ее на великолепный мягкий каркас. Это наше платье, которое мы одели со шпильками и с бусиками. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова